Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Весолок с раду путешествия совершить не хотите ли? Не хотите! Ребята, вы знаете, что такое фликер? Да! Фликер — это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешеходов ночное время быстрее. Так вот, сегодня мы отправимся в страну фликер-ляндию. Для этого нам надо позвать нашего проводника, жителя этой прекрасной страны, которым нам поможет попасть туда. Ребята, давайте позовем фликера. Фликер! 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 Здравствуйте, ребята! Я с радостью помогу вам попасть в нашу прекрасную страну, но это будет нелегко. На пути у нас будет множество препятствий, и я надеюсь, что мы справимся с ними. Ну что, готовы? Да! Когда мы справимся в нашу страну фликер-ляндию, слушай и запоминай, и всегда их соблюдай. Загорелся в красный свет, стой, малыш, прохода нет. Желтый свет, смотри, горит, приготовься, говори. А зажегся в свет зеленый, проходимый друг ученый. Помни правила движения, как таблица умножения. Смотрите, смотрите, там у меня фотофор. Здравствуйте, а куда это вы собрались? Мы отравляемся в моем фликер-ляндию. Ребята, я бы с радостью вас пропустил, но я неисправлю, и мне нужна помощь. Дети, поможете фотофору? Да! Чтобы я вновь заработал, вы должны отгадать мои загадки. Готовы? Да! Эту ленту не возьмешь и в косичку не плетешь. На земле она лежит, транспорт вдоль по ней бежит. Да! Да! Правильная дорога. Никогда я не сплю, на дорогу смотрю. Подскажу, когда стоять, когда движение начинается. Тут машина не пойдет. Главный здесь пешеход. Чтобы друг друга не мешать, нужно справа путь держать. Жебра пешеход. Жукова! ЖУК! Еще раз, учитайте и скажите, о котором называются? Тут машина не пойдет. Главный здесь пешеход. Чтобы друг друга не мешать, нужно справа путь держать. Такожу. Под ногами у Серёжки по высоте дорожка. Смело он по ней идёт, а за ней и весь в стороне. Смело! Спасибо вам, ребята, выручили. Теперь я исправлю, а вам будет открыт дальше. На пути, ребят, дорога. Транспорт носит быстро, много. Светофора рядом нет, знак дорожный даст на дверь. Надо чуть вперёд пройти, там где зебра на пути. Пешеходный переход, можно двигаться вперёд. Всё на автобусе решить по дорожке. Сияет на солнце бока и окошки. Всё пламотно и доброе сердце. Всем пассажирам открытым дверь. Ну вот, ребята, с вами я дыблюсь напрямую. До Фрегляндии останется совсем чуть-чуть. Смотрите, как оно приближается. Здравствуйте, ребятишки! Куда это вы направляетесь? В Фрегляндии. А давайте я вас подвезу. Я волшебный автобус. И чтобы мы добрались за место, вы, ребята, выполните ряд моих заданий. Итак, ваша задача стоит в том, что я рассказываю вам ситуацию и задаю вопросы, а вы не отвечаете. Всё понятно? Да. Тогда поехали. Итак, в двигающемся автобусе пассажир просит водителя продать ему талон на проезд. Водитель отказывается это делать. Правильно ли он поступает? Нет. Почему? Да. Он придет откол. А это билеты? Ну, что у нас? Ну, что у нас? Ну, что у нас? Да. Водитель отказывается, где он? Нет. Нет. Он не хочет. Водитель покупает пассажир на остановке. Водитель покупает правильно? Да. Все. Итак, пассажир увидел, что за рулем автобуса его сосед. Пассажир стал разговаривать с водителем, задавать ему вопросы о работе, о семье. Такой вежливый пассажир. Но правильно ли он ведет? Нет. Действительно, молодцы. Да, правильно. Вот и ваша остановка. До скорых встреч. Ребята, я так рада, как только дома. Я надеюсь, вам понравилось наше путешествие, которое поможет вам помнить о правилах дорожного движения и носить пикеты в темное время суток. Спасибо, Эльфи, за первые школы. А сейчас я представляю слово Сергею Юрьевичу, пожалуйста. Хотел бы вам еще раз напомнить, что как необходимо вести себя на дороге, что дорога – это не место для игры, баловства и всего остального. Вот вам показали пример, что необходимо использовать это возвращающие элементы в темное время суток – это кликеры. Вы сами видели, что кликер – это ваш друг, который окажет всяческую вам помощь, при помощи которого вы станете в темноте наиболее заметнее. Ну и хотел еще раз напомнить по поводу перехода проезжей части. Все вы знаете, что если стоит светофор, то надо дорогу переходить. На какой сигнал светофора? Семен. Я надеюсь, что здесь у вас не будет. Нет. Но светофорного светофора, золотого сигнала нет. Спасибо. А если у нас светофора нет, то есть лешеводный переход. Наверняка я думаю, что вы сейчас находитесь в церковном возрасте, что вы постоянно находитесь с родителями. Но если кто-то ходит самостоятельно, хочу обратить вас внимание, что если сейчас переходить в проезжую часть, надо посмотреть. Сначала налево, посмотреть, убедиться в том, что остановились все автомашины, и водители вас видят, и стоять ждут, когда вы перейдете. Доходим до середины проезжей части, смотрим направо, неважно, стоят машины, не стоят. Потому что бывают случаи, что водители могут стать плохо, или еще по каким-то причинам. Сейчас видится погода, то пустовая температура, то резко минус, может где-то техника подвести, автомашина получает какую-то неисправность, и сама по себе может поехать. Бывали и такие случаи. Поэтому зашли на середины проезжей части, посмотрели на кратку стоят, все, значит переходим дальше. Наиболее безопасные пешеходные переходы у нас являются подземные, либо надземные. В этих случаях мы с проезжей частью недели пересекаемся. То есть, либо спускаемся на подземный переход, либо переходим дорогу на кроёте. Спасибо большое за внимание. Мне было приятно, что вы все знаете, как переходить на зелёный сигнал светобора. Я надеюсь, что вы будете выполнять простые элементарные правила дорожного движения. Но с нарушителями, я думаю, что встретимся обязательно, если кто-то не хочет выполнять эти основные правила. Всё, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.